Узил, мяч под правой, Бензима! Ну, надо забить! 1-0! Вот почему Бензима так, Узил, так боится бить с правой? Ну, сейчас всё для Реала закончилось хорошо, и, может быть, даже... Может быть, даже и лучше получилось, чем если бы пытался Узил с правой пробить в этой ситуации. Но вот за ним это вводится. Вот как только мяч под правой, сразу ищет другие продолжения. Здесь он сыграл действительно классно. Смотрите, вот как он левый здесь, ну, вложил просто в ногу Бензима мяч. Тут, правда, его ещё подработал, но на то было время, и почему бы не воспользоваться этой свободой, которую центральные защитники хит... Ну-ка! Что нам скажет Южная Африка? Помент, Мику, гол! 1-1! Ровно то, о чём мы с вами говорим. Стоимость одного шанса и его реализация. 1-1! И давайте-ка, мадридские звёзды, давайте всё сначала, а? Можно поактивнее, можно подвигаться вообще, немножечко в футбол поиграть. А то как-то забили гол, и, что называется, закурили. Мику! Мику! Может, так и не хватить, а может, хватить и с избытком. Финальти. Хриштиану Роналду зарабатывает 11-метровый. Его обвиняют игроки Хитафи в излишнем артистизме. Иногда бывает сложно некоторые слова выговорить. Ну, касание-то было. Ну, давайте смотреть. Вот мяч проброшен. Ну, Роналду зацепился, да, он, наверное... Ах, нарушение-то было вообще до штрафной. На линии штрафной это всё произошло. Так что, в общем, судьи здесь напрасно на точку-то показали. Вернее, Клосс Гомес. Сам Роналду будет бить. Напомню, ему нужно 7 голов забить в двух матчах. Тогда падет еще один, казалось бы, вечный рекорд. Казалось бы, 38 голов за сезон, это на века. Казалось, что нет. Удар мой я почти достал, но почти не считается. 2-1 повел мадридский Реал. Ну, вот видите, когда мы с вами заговорили о том, что не хватает какого-то компонента. Да, вот, может, щепотки соли или там головки чеснока, вот для того, чтобы суп получился таким, как надо. Вот как раз здесь Реал это и обеспечил. Роналду пошел в обыгрыш, ведь, по сути, это действительно такая... Этот пенальси заслужен, заработал, я бы вот так сказал. Заработал. А мой я немножко жалко. Это все правильно делал. Вот вы не поймали себя на мысли, уважаемые телезрители, что мой я правильно пошел. Вот он пошел и сейчас и достанет мяч. А он летит по такой траектории, что тут понимаешь, что нет, не достанет. И через секунду становится очевидно, что Бензима забьет. Это очень тонкая грань. Ее, может быть, на повторе не уловить. Это как-то на уровне, может быть, интуиции, что ли. Но гол шикарный абсолютно. 3-1. Вот, опять заговорили о необходимости защищать результат контролем на чужой половине. Реал забил третий гол. Ну вот, пожалуйста, опять момент. Но Мику, надо же забивать такие. Надо забивать Мику, конечно. 3-2. Реал опять создает сопернику очень комфортные условия для того, чтобы те забивали голы. Мику оформляет дубль. Ну вот, смотрите. Где оборона? Чем она занимается? Смотрит футбол. Пепе здесь телится в подкате. Карвальо прибегает, как на пожар. Рамос вырастает. Спасибо, как пяткой. Игуаин. Удар. 4-2. Ну что, здесь, пожалуй, все. Если только Реал в течение минуты сейчас гол сам себе не забьет. Как же классно сыграл Кака. Надо отметить, здесь, кроме этого, еще, конечно, и то, как Игуаин не позволил мяч у себя выбить. Там ведь защитник был в лучшем положении. Давайте смотреть. Вот передача. И вроде бы его успевает накрыть Валера. Продолжение следует...